Уникальное для России производство с использованием нанотехнологий действует в Чебоксарах. Его инновационная продукция пока мало популярна в стране, но уже пользуется повышенным спросом за рубежом. Завод базальтовых технологий. Изделия, которые он выпускает, востребованы в строительстве, нефтедобыче и коммунальном хозяйстве. Одна из последних внедренных разработок помогает обеспечить безопасность шахтеров при добыче породы. Ольга Панова прикоснулась к нано-новинке. Новинка производства – анкерная крепь. С ее помощью шахтопроходчики фиксируют своды подземных тоннелей. Раньше для этих целей использовались металлические конструкции. С приходом нанотехнологий сталь заменил базальтопластик. Здесь применены нанотехнологии, которые позволили сделать изделия вносительно легче, технологичнее и при этом максимально удовлетворяющими требованиям потребителей нашей продукции. Арматура из базальта в 10 раз легче металлического собрата, во столько же раз прочнее. Не подвержена коррозии, не накапливает статическое электричество, что в условиях работы под землей имеет жизненно важное значение. И стоит новинка столько же, сколько устаревший стальной образец. За композитными материалами будущие, уверены на предприятии, в качестве аргумента приводят тенденции в самолетостроение. Уже сейчас производители авиалайнеров во всем мире стараются делать самолеты легче и прочнее, и отказываются от металла. На внутреннем рынке продукция предприятия пока не так востребована. Российский бизнес аналогичный товар поставляет из-за рубежа. Среди покупателей в основном европейские компании. Заинтересованность в поддержке инновационного производства выразила корпорация «Роснано». Подписание соглашения с «Роснанотех» наверняка даст нам новые рынки, поскольку это то, что наша компания связана с «Роснанотех», это будет подчеркивать уровень нашей компании. Это второе даст инвестиции в Чувашскую республику. Инвестиции, не те инвестиции спекулятивные, которые то приходят, то уходят. А это инвестиции в производство, инвестиции в развитие технологий Чувашской республики. Кроме того, сотрудничество с «Роснано» подстегнет развитие профессионального технического образования в республике. Уникальное производство требует уникально грамотных специалистов. Сейчас здесь трудятся в основном выпускники чебоксарских вузов. Заинтересованность в стажировках для своих студентов уже выразил Московский госуниверситет.